Продолжение следует... 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 Помимо взрослых соревнований у нас, конечно же, есть и детские соревнования, то бишь к нам только от маленьких участников до 13-14 лет приедет на соревнования человек 50. Все что? Да, извините. Это прохождение трассы с препятствиями, с разными крамплинами, поворотами и так далее. И также детское фигурное катание. Помимо этого есть еще и взрослые дисциплины, ну уже более экстремальные, так сказать, прыжки с крамплина через планку, в длину и так далее. Я знаю, что у вас еще будут гости из Молдовы, из Беларуси, Польши, России, да? Да, да, да. Сколько приблизительно планируется участников? Непосредственно участников планируется человек 200, а общий контингент, который приедет на фестиваль, запланирован в районе 400-500 человек. К нам регулярно приезжают гости из Кишинева, со всех городов Украины, с Беларуси, Польши, ну в принципе со всех стран СНГ. Я рада, что фракция доверяет делам во главе с мэром города Одессы, ведь это мероприятие проводится по инициативе и под эгидой одесского городского головы, что мы можем как депутаты политики города поддержать такую инициативу, поэтому спасибо, ребята. Крис, добавите что-то еще? Ну, мы всячески способствуем развитию роллер-спорта именно в Одессе, потому что раньше эгидой всего, то есть как указатель был Киев, потом Донецк стал, но немножко это затихло, и мы решили взять это немножко в свои руки. Ну и по отзывам у нас это очень неплохо получается. Также хотелось бы сказать большое спасибо Одесскому городсовету, Департаменту культуры и туризма за всяческое содействие в этом направлении, то есть нам помогают во всем, в чем возможно, как с организационной, так и со спонсорской помощью, то есть без руководства города этот фестиваль не мог бы состояться, так сказать. Я хочу сразу уточнить, у вас тут написано в программе соревнования по квалификациям кит с лалом, кит с кросс, лалом батл, понятия не имею, что это такое, расскажите по каждому пункту, что это, что оно из себя представляет. Кит с кросс, кит с лалом, что это такое? Все знают, что такое фигурное катание, так? С лалом это своеобразное фигурное катание, но если правильно называть, это своеобразный танец на роликах между конусов. Задача ребят, как взрослых, там же есть дисциплина с лалом батл, но для взрослых. Задача участников на поставленное время, к примеру, у взрослых 30 секунд, у детей 40 секунд, отличие только во времени. За этот период времени выполнить более сложные элементы, за которые они получают баллы, ну и дальше проходят по ступени выше. Что такое скейт-кросс? Скейт-кросс это идет трасса с различными фигурами, препятствиями, которые детки в данном случае должны пройти на время. Но они стартуют четвером, из этих четырех кто-то выбывает, ну и так далее, по лесенке наверх и определяются победители. Вопрос от издания «Таймер». Ранее открывал Киев, в этот раз Одесса. Почему и сколько роллеров профессиональных в Одессе? В Киеве открытие, ну скажем так, было немного на ином уровне, оно скорее было местечковое. То бишь, ну кто-то позвал, поехали в Киев на открытие и так далее. У нас это более организованно идет, то бишь с непосредственными дисциплинами, соревнованиями, зачетами и так далее. В Киеве открытие, как правило, было однодневное, даже на полдня вот для себя. Тут мы это все ввели в ранг соревнований, чтобы было интересно в плане развития и так далее. Ну, наверное, нужно добавить, что именно в Одессе зародилась федерация роллеров. Поэтому уровень соревнований возрастает после того, когда получает статус федерации, где объединения объединяются не только на местном уровне, но и на всеукраинском уровне, да? Я так понимаю, у вас есть взаимодействие между ячейками в разных областях Украины? Да, мы сотрудничаем активно с ребятами. Основная задача роллеров не мериться силами, кто лучше, кто круче, а на самом деле дружить, сотрудничать, помогать друг другу. Кто-то где-то подсказывает, как бы на этом все и строится. Если бы этих знакомств, связи не было, элементарно у нас бы не было того опыта, который мы в данный момент имеем и который мы получаем с каждым разом, когда организовываем новые мероприятия или соревнования. Расскажите тогда, пожалуйста, о федерации. Когда она была создана, сколько членов в нее входит? Вот чуть-чуть подробнее. Она была создана совсем недавно, 20-го числа марта. На больших членов у нас пока еще активно ведется. Мы в начале своего пути, так сказать, открытие мероприятия планируем, скажем так, сделать отправной точкой в нашем наборе и так далее. Данил, я могу вам помочь тут? Когда создается федерация, двери федерации открыты. Почему это интересно? Например, когда имеется статус федерации, то есть разряды. Раз Министерство спорта признает, что это вид спорта, то тогда можно говорить о разрядах, о созваниях мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и так далее. Если сегодня человек не любитель, он хочет стать профессионалом и хочет иметь свои ранги, повышать, получать разряды, то он должен быть прежде всего членом федерации. Поэтому прежде всего мы сегодня, вы можете обратиться ко всем одесситам, кто увлекается видом спорта, как ролики, да, роллер, спорт. Пусть обращаются в федерацию. Вы дайте свои данные, куда люди могут обратиться, где они могут заниматься, пока участвуют в соревнованиях. Вы будете, позже вы, я так понимаю, войдете в министерскую классификацию для того, чтобы определить, кто по присвоению званий. Вам нужно будет сотрудничать с министерством, это я вам так подскажу, чтобы вид спорта развивать. Когда-то, по-приори расскажу про тайландский бокс, он тоже был видом спорта, который не присваивал статус, разряды и так далее. Но сегодня заслуженные мастера спорта, сегодня чемпионы мира, и у вас это все впереди. Вам только нужно открыто приглашать одесситов, чтобы из любительского вида спорта начать развивать профессиональный вид спорта, где это не просто хобби людей, а уже как разновидность спорта. Поэтому вы расскажите, я так понимаю, еще, где находится федерация, куда могут обратиться одесситы, чтобы было интересно людям. На данный момент мы только создались из того, что я хочу, могу пригласить всех одесситов к нам на наше мероприятие 6-7 мая, как посмотреть, так и поучаствовать. То есть регистрация абсолютно открыта, участие бесплатное, вне зависимости от возрастов, пола и так далее, что у всех есть возможность принять участие. Ну и там же на месте, я думаю, все, кому будет это интересно, получат необходимую информацию, консультацию и так далее. То есть одесситы могут подойти к Данилу или к Крису, да? 6 мая, правильно? В 9.00 в парке имени Шевченко возле стадиона Черноморец. Будет столик регистрации, где люди смогут зарегистрироваться, получить свой номер, да, в категорию. А может, есть какие-то награды, призы? Расскажите, может, это заинтересует, тем более детей 100% заинтересует. Ну, призы за участие, на самом деле, на таких мероприятиях, как бы, выбирается самое необходимое для роллеров. То есть это колеса, это подшипники, это большая часть расходников. То есть это самое необходимое, то, что нужно. Если ему, к примеру, подарить шоколадку, как бы, ну, посмотрит, когда-нибудь, ну, не так. Что касается сувениров, как бы, да, будет возможность у победителей, они автоматически будут иметь некоторые памятные сувениры. Это значки, это браслеты. Естественно, будут кубки красивые, тоже роллерские, уникальные. Причем и в основном мы тоже славимся, потому что на одесских роллер-фестивалях идут уникальные кубочки, которые многие не делают. А для новичков будет какие-то мастер-классы? Как поучить? Да, конечно. Помимо того, что там ряда будет присутствовать, мы сейчас членически договорились, прокат роллер-рома, который находится рядом с стадионом. Также будут скоптера. Помимо этого, ну, роллеры позиционируют себя как одна большая семья. То есть у нас никогда нет проблемы с тем, что кто-то подойдет, просит научить, и ему откажут. Во всех роллер-фестивалях считается правилом хорошего тона, если видишь новичка, или он там сам просит, или, ну, вот, у человека не получается помочь ему, подсказать, обучить и так далее. А со скольки лет можно заниматься? С трех лет, как правило, вот самые юные наши роллеры начинают заниматься, и наши, ну, с трех лет можно начинать уже учиться кататься, так как спорт все-таки экстремальный, допуск к самой низкой группе в наших дисциплинах детских идет от пяти лет, ну, слишком большие риски с этим связаны. Но, тем не менее... Я сказала сыну, что когда ему 7 лет исполнится, станет на ролике. Он у меня увидел там со спайдерменом красивые ролики и говорит, купи мне, и все, я буду кататься. А я говорю, нет, сынок, тебе еще только 3 года, ты маленький. А, оказывается, я сухая. На самом деле, есть опыт и в полтора года поставили. Это был рекорд. Отлично. Можно вопрос, да? Ирина, вы рассказали о том, что депутатский корпус, ну, и чиновники, депутаты очень активно участвуют в спортивной жизни, в организации, да, в помощи. А может, кто-то попробует тоже себя в этом виде спорта на этом празднике и покажет пример, да? Вы сказали, кроме вас кто-то там еще, может быть, есть, да? Ну, я уже сказала, что я приду, стану на ролики, раз прокат будет, потому что если еще нужно купить ролики и заняться новым видом спорта, потому что я сейчас активно сказала, что в 31 жизнь только начинается, еще надо попробовать все виды спорта. Я начала пробовать кайтинг, серфинг, вот теперь велосипед. Ну, вернемся к роликам детскому. Я стану, ну, я приглашу депутатов нашей фракции. У нас есть активные спортсмены. Я уверена, что Олег Владимирович Этнарович, Евгений Абрамов. Придется стать всем на ролике и кататься, учиться. Жизнь не останавливается, она идет вперед. Спасибо. Еще тогда вопрос. Как часто планируете теперь в будущем проводить? Это у нас периодичность раз в год, да, будет проводиться или как? Прошлые годы были раз в год, сейчас, так как мы открытие забрали к нам в Одессу, планируется минимум два раза в год. Плюс, вот, хотелось бы упомянуть, что в Одессе строится и планируется открыться к концу лета скейт-парк. То есть при наличии такой площадки для более экстремальных разновидностей ролер-спорта можно будет устраивать еще одну группу фестиваля. Но, как вам объяснить, есть немножко разные классификации. То есть, вот, Крис уже сказал, что есть фигурное катание на роликах, есть прохождение трассы с препятствием, есть более сложные элементы, что-то типа скольжения. Разные виды, вы только представлены. Да. При наличии скейт-парка откроется намного больше возможностей для проведения соревнований разных дисциплин и так далее. То есть, в будущих годах есть планы. В этом году будет планировано два фестиваля, на следующий год, если все будет хорошо, так сказать, мы планируем провести фестивали уже три. А вы можете отчинить, эта площадка где планируется? Просто кто-то, может, не знает. Я, честно говоря, точно подробности не знаю. В районе КАСС стадиона Черноморец, там, где колоннады, лестница к спуску к стадиону, там вот большая площадка, на которой будет русского газа с нашими рекомендациями. Городом. Фирментируется городом. Да, да. Спасибо. И если говорить о целях и задачах, которые вы ставите перед собой, создавая федерацию, проводя вот такие чемпионаты, какие основные цели? Основные цели – развитие роллер-спорта. И развеять мнение, что ролики – это просто покататься, поиграться. То есть, на самом деле, это спорт. Популяризация здорового образа жизни, среди как наших юных представителей, так и взрослых. Это не менее полезно для вашего здоровья, чем бег. Там меньше грузит спины, если уже уходить вот к таким нагрузкам. Ролики могут быть доступны для любого возраста. И очень веселые и интересные занятия, скажем так. И последний вопрос. Приходя вот на фестиваль, кубок, чемпионат, это можно по-разному названию, я так поняла, там будет очень весело. Правила, которые должны соблюдать новички. Я сейчас говорю, на коленнике, на рукавнике – это обязательно? Да, у нас… Для себя уже интересуются. Для участия в дисциплинах, ради дисциплин, касаемо прыжков и трассы препятствий, наличие полного комплекта – это на коленнике, на локотнике, защитной руки и шлем обязательно. На фигурное катание у нас менее ужесточенная планка, за счет того, что там нету таких нагрузок. Но в любом случае, наличие комплекта защиты в нашем фестивале обязательно. Давайте еще раз всех пригласим. Да. Дорогие диссиденты, так сказать, приглашаем вас всех на наш фестиваль 6-7 мая в парке Шевченко. Будем рады увидеть всех и каждого. 6 мая мероприятие будет проходить с 9 утра до 8 вечера. А с 7-го с 9 утра до 4 часов. 16.30 награждение. Да. Спасибо. Всех приглашаем 6-7 числа на Одесса Open Roller Season 2017. Спасибо. Спасибо. Спасибо.